Сергей Баранников Михаил Гущин Книга третья Тайный агент Глава первая Дружеская просьба Вот она уже златоглавая Отсель хорошо видно Произнес водитель, повернувшись в мою сторону Да, еще с полчаса езды и будем на месте Дорога до Москвы прошла без происшествий За всю дорогу мой спутник не произнес ни слова Лишь иногда поворачивался в мою сторону и противно щурился Мне кажется, что его вообще удивляло, что могло великому князю понадобиться От обычного ученика академии из глубинки Кстати, меня это интересовало не меньше Великий князь решил поблагодарить за успехи в защите княжества Вряд ли У него и более важных дел полно Может, он хочет узнать что-нибудь о судьбе Николая Фролова? Это уже более вероятно, но тоже слабовата версия В таком случае со мной беседовали боевопомощники Например, этот напыщенный клоун Пока мы ехали, выдалась возможность как следует рассмотреть его Молодой, а лет 25 от силы, темноволосый На шее справа долинный шрам Может, он получил его в бою? Хотя это вряд ли Я скорее поверю, что он просто неудачно открывал консервы Или неосмотрительно обращался с пилочкой для ногтей Эта неясность была еще одной причиной, почему большую часть пути я молчал Повезло хоть, водитель попал с хорошей Игнат был мужик общительный Вот мы с ним и сдружились Жаль только, что к концу поездки В тот самый момент, когда водитель рассказывал мне об одном случае по дороге в Ростов Показались купола столицы и стены высоких дамов А мы разве не к Воробьевскому дворцу едем? Поинтересовался я, заметив, что мы пропустили нужный поворот Не твое дело Процедил мой сопровождающий, имени которого я так и не узнал Твое дело вообще ехать и помалкивать Лучше бы думал, зачем ты великому князю понадобился Ведь ему соскучился Ответил я и подмигнул, когда незнакомец уставился на меня недовольным взглядом Ты бы у меня долго не протянул Произнес он наконец А я вовсе не расстроюсь, если попадешь в наши застенки У нас ведь разговор простой Гирю валенок и по почкам Даже у самых молчаливых язык развязывается Конечно, ты ведь, наверное, со своих пленных кандалов не снимаешь? Боишься, что сдачи дадут? Оно ведь много храбрости и ума, связанных, бить не надо Незнакомец открыл было рот, чтобы ответить Но я сам придвинулся к нему и взял за шиворот А вот попробовал бы раз на раз в честном бою Чувствую, здорово бы удивился Приехали! Громко произнес Игнат, разряжая обстановку И резко ударил по тормозам Да так, что посыльный едва не ударился головой о водительское кресло Спасибо, Игнат, доброго дня тебе Ответил я, выбираясь из машины Мужик улыбнулся и помахал рукой на прощание Будьте добры, ваши документы Рядом тут же выросли двое одаренных Откуда я узнал, что они владеют даром? Ну, простолюдинов охранять резиденцию великого князя точно бы не поставили Да и потом от них так фонило даром, что тут и тянуться никуда не надо, чтобы почувствовать Я протянул документы и спокойно дождался, пока меня сопроводят внутрь Удивительно, но мой сопровождающий остался в машине и даже не вышел Уже по дороге я услышал, как сзади скрипнули колеса, и машина рванула вперед И так все-таки Кремль Не сказать, что я сильно удивился Еще после того, как Воробьевский дворец остался в стороне, я понял, что мы туда не попадем Было, конечно, подозрение, что меня могут отвезти совсем не к великому князю А это всего лишь легенда для отвода глаз Еще и человека соответствующего подослали А что, был гущен, да сплыл Уехал в Москву к великому князю А когда обратно возвращался, исчез Мало ли, что по дороге могло случиться К моему счастью, все же меня ввели к великому князю Хотя оптимистичные прогнозы пока давать не стоит Ждите здесь Вежливо попросил мой сопровождающий и исчез за дверью Второй немного напрягся И я почувствовал, как он потянулся к своему дару Похоже, этот парень в любой момент ожидает от меня какой-нибудь подлянки По спине пробежал холодок И мне на миг показалось, что он пытается просканировать мой дар Выходит, парень не настолько сильно одаренный, раз не смог это сделать незаметно Пройдите в комнату ожидания Произнес сопровождающий, вернувшийся к нам Сейчас великий князь занят, но он примет вас, как только у него появится свободное время Я кивнул и вошел в комнату, которая находилась по соседству с кабинетом князя Стены здесь толстые Что происходит в соседней комнате не расслышать Да и дверь плотно прилегает В общем, звукоизоляция надежная Если закрыть дверь снаружи, то никто и не услышит, что мне нужна помощь В ожидании приема я пытался представить, что может меня ждать И мысленно пытался успокоиться В любом случае, если бы планировали что неприятное, то наверняка устроили бы Я сел в мягкое кресло и почувствовал, как тело получило возможность расслабиться Рядом оказался небольшой столик, на котором стоял графин с водой Не имею привычки есть или пить в некомфортной для меня обстановке И пусть здесь было на вид вполне уютно, комфорт я мог почувствовать только дома Дверь распахнулась, и на пороге появился мой сопровождающий Михаил Игоревич, извольте, великий княй ждет вас Надо же, а он быстро Я рассчитывал прождать здесь не меньше часа Мало ли, может это психологический прием, чтобы я извелся и готов был согласиться на что угодно Самовнушение иногда творит страшные вещи Вот только не в моем случае Я вошел в комнату и про себя отметил, что здесь обстановка гораздо богаче, но без излишеств Крепкий стол из красного дерева, красивые шторы, мебель, без позолоты Но все сделано качественно и со вкусом Римин стоял у окна, сложив руки за спиной И наблюдал за чем-то Мне вообще показалось, что он погрузился в размышления Андрей Степанович, решил привлечь внимание Римина, чтобы не чувствовать себя некомфортно Михаила, прошу меня простить Великий князь повернулся ко мне и указал на кресло напротив стола Присаживайся, есть разговор Полагаю, он касается ростовского княжества Да, но меня интересует не то, что ты думаешь Как думаешь, почему я не хочу интересоваться тем, что произошло на главной площади города? Потому что ваши люди уже передали вам каждое мое слово И не только У великого князя повсюду должно быть уши Он должен видеть, слышать и знать обо всем, что происходит в стране и за ее пределами Но это больше относится к шпикам Я же хочу сказать о том, что кроме этого правитель должен еще и действовать Николай Именно Я рад, что ты понимаешь, о чем идет речь Признаться, после того, что произошло в Москве, я основательно изучу твою биографию Серпухов немного поспешно включил тебя в актив очага Но так сложились обстоятельства, и я не буду его винить Мне интересно другое Ты выполнил все, что от тебя требовалось, и даже сделал больше Как мальчишка, который еще год назад провалил экзамены в академию и не хватал с неба звезд, смог так круто изменить свою жизнь? Думаю, здесь уместно фраза взялся за голову Нет-нет, Миша, здесь другое Рымин помахал пальцем и улыбнулся Даже сейчас ты ведешь себя совсем не так, как вел бы себя двадцатилетний мальчишка Хорошо, я не буду пытаться выведать твои секреты Доверие для меня важнее твоей тайны Тогда зачем вы меня позвали? Не просто так ведь в Москву вызывать, чтобы пообщаться? Нет, не просто Лисо великого князя стало серьезным, а улыбка окончательно исчезла Через два дня в ростовское княжество приезжает польская принцесса Едвига Егелон Егелон? Погодите, если мне не изменяет память ее родственники, выходцы из Тверского княжества? Именно Рымин отложил в сторону планшет и перевел взгляд на меня Тогда я не могу понять, что ей понадобилось в ростовском княжестве А вот этим тебе и предстоит заняться Я хочу, чтобы ты разобрался с этим вопросом и проследил за польской принцессой А заодно и обеспечил ее безопасность Я? Мне кажется, есть люди, которые справятся с этим куда лучше Вот именно, что это не должно выглядеть слишком навязчиво У Едвиги будет своя охрана, а ты должен просто присмотреть за ней со стороны Полагаю, дело заключается не просто в том, чтобы присмотреть Да, безопасность принцессы меня мало волнует Уверен, охрана может ее обеспечить А вот что касается ее деятельности, есть вопросы Я хочу, чтобы ты собрал максимум нужной информации по ней Вы предлагаете мне работу тайного агента, такую, как Николаю Фролову? Да, именно Вот только эта информация будет направлена прямиком ко мне Я подумаю, кого прислать за ней Скорее всего, это будет кто-то из проверенных ребят, которые были со мной еще с очага Пока считаю, что это просто дружеская просьба А вот это настораживает Выходит, великий князь знает, что у него действует крыса в ближайшем окружении И боится, что эти данные будут утеряны А если всплывет, что Ремин следил за княжной, это может плохо сказаться на репутации страны и отношениях с польским королевством Вот возьми, это тебе на расходы Ремин открыл ящик стола и достал оттуда несколько сторублевых купюр Одного взгляда хватило, чтобы подсчитать, что там тысяча рублей Тут же великий князь записал в свой журнал, что потратил тысячу на мелкие расходы Ничего себе, мне б такие расходы Ремин поднял голову и произнес «Миша, за мной следить не нужно, твоя цель — Ядвига» «Прошу прощения, машинальна» — ответил я, смутившись, и спрятал деньги во внутренний карман «А с чего вы взяли, что мне удастся приблизиться к ней на достаточное расстояние?» «О, я уверен, что она заинтересует с тобой Герой войны, молодой и уверенный в себе парень К тому же у меня есть мнение, что в происходящем в ростовском княжестве были замешаны и егеллоны Но подробности тебе знать не стоит Ремин протянул руку, показывая свое расположение И то, что наша встреча на сегодня окончена На выходе меня уже ждали сопровождающие, которые отвели к выходу Ну вот, экскурсии ждать не придется, так что как следует рассмотреть Кремль я не смогу Ладно, и так увидел уже достаточно Оказавшись на улице, направился в сторону вокзала Чтобы замести следы и сбросить возможную слежку Заглянул на рыночек, где быстро смешался с толпой Пробираясь через торговые ряды, я ненадолго остановился, услышав знакомый голос Посреди торгового ряда стояла машина с открытым багажником А перед ней на бочке стоял молодой парень в яркой одежде «Подходи, налетай, товар выбирай! Эй, боярин, скорее подходи, выбирай все, что хочешь! Косы, серпы, мечи, товары превосходного качества по секретным технологиям Севастьяна Вспышкина!» «Ай, Фома, смотрю, ты неплохо устроился!» Произнес я, подойдя ближе к бочке Парень тут же замолчал и паник Люди, окружавшие его, раступились, пропуская ко мне «А ты тоже лучше выглядишь, чем в прошлую нашу встречу!» «Это да!» «С чем промышляешь?» «Да вот, как ты и советовал, подался в помощники!» «Вот только это не сильно-то и помогло!» «В Оренбурге нас обложили податями, и мы пошли по миру!» «Все, что у нас осталось, вот эта машина и немного товара, которые не успели распродать!» «Выходит, вы ищете работу?» «Можно сказать и так!» «Если не срастется, приезжайте в ростовское княжество и найдите в Ростове Константина Фралова!» «Уверен, он сможет предложить вам кое-что важное!» «Близкая дорога, но нам-то что? Азамат, поедем?» К нам вышел сам кузнец. Мужчина в годах, посидевшая короткая борода местами была обожжена, а руки были покрыты трудовыми мозолями. «Это первое, что бросалось мне в глаза!» «А что, если работу мастера уважают и платят за нее, я готов и в Ростов ехать!» «В таком случае, я думаю, мы еще увидимся!» Я повернулся к Фоме и похлопал его по плечу. «Рад, что ты навел в своей жизни порядок!» «Приезжайте! Если вы действительно хорошие мастера и честно трудитесь, вам найдется работа!» Я и так долго задержался на одном месте, потому пришлось сделать еще один крюк по рынку и выйти с другой стороны. Если кто-то следил за мной, то он точно потерял след. Куда проще искать меня на вокзале, но не думаю, что я такая важная фигура, чтобы следить за мной. Устав от беготни, я зашел в небольшой дворик и прислонился спиной к стене. Ноги ныли, и сейчас мне бы не помешало немного отдохнуть. Шутка ли? От самого Кремля идти пешком. Между прочим, могли бы и подкинуть до вокзала. Тогда бы таких проблем не было. «Куда он подевался?» Я услышал быстрые шаги варки мгновением раньше, чем прозвучал голос. «А вот это интересно!» «И кто это мог быть?» Я осторожно прошелся вдоль стены к подъезду и нырнул внутрь. Вот только старая дверь предательски заскрипела на петлях. «Нет времени на промедление!» «Срочно вверх!» Подбежал к почтовым ящикам. Оттолкнулся от них ногой, подпрыгнул вверх, а там уперся руками и ногами в стены и устроился над самым входом в подъезд. Буквально через пару секунд внутрь вбежали двое моих преследователей. Выходит, за мной все-таки следили, и мои меры предосторожности были не лишними. Жаль только, что не сработало. «Наверх! Он должен быть где-то там!» Прошипел первый и осторожно направился вперед. В принципе, я мог понадеяться на удачу и спокойно улизнуть, пока они будут топтаться на верхних этажах. Но мне жуть как хотелось разузнать, кто же стоит за этими ребятами. В том, что это непростые базарные карманники, сомнений не было. Именно поэтому я дождался, пока первый пройдет немного вперед, и рухнул сверху на второго. Не успел приземлиться на пол, как над головой пролетела огненная волна, а упавший преследователь заорал от боли. Не разбираясь, выпустил волну огня в ответ. Судя по сдавленному крику, она достигла цели. К счастью, огонь рассеялся и не достиг стен, иначе мы бы устроили тут пожар. Пока с первым преследователем мы устраивали огненное представление, второй пришел в себя и подскочил на ноги. Я тут же отбил его выпад, схватил за шиворот и бросил в почтовые ящики, висевшие на стене. От удара он выгнулся и застонал, а я дополнил картину, хорошенько заехав по голове дверцы шкафчика. Этот парень пока был для меня загадкой. Если первый уже раскрыл свой дар, и я понял, что он чародей, то этот еще даже не активировал дар. Ладно, оставлю это втайне. Призвал дар силача и хорошенько въехал к парню в челюсть. От удара он снова отлетел к почтовым ящикам и сполз на пол, а я повернулся и зашагал к первому. «Что тебе?» – прохрепел одаренный, когда я подошел к нему. «Вообще-то я хотел задать этот вопрос тебе. Зачем вы увязались за мной?» «Не твое дело-то!» – ответил он и сплюнул кровью на пол. «Ошибаешься, мое!» «Конечно, я мог бы сломать тебе пальцы и ждать, пока ты не расколешься. Но есть вариант просто отвезти вас в Кремль и сдать духовникам. Эти парни умеют узнавать все, что им нужно». «Ну давай, вези!» – ответил мой собеседник и улыбнулся. Похоже, этот вариант его вообще не пугал. «Посмотрим, что они скажут, когда ты приведешь двух шпиков в отдел. Заодно и будет повод поговорить с тобой по душам». Парень полез в карман, а я напрягся, готовый в любой момент приложить его по голове, если у него в руках окажется что-то опасное. К моему удивлению, он вытащил из кармана небольшую бумагу, сложенную вчетверо. Я узнал печать и подпись великого князя. Выходит, ребята точно из разведки. «Кто вас послал?» «Говорю же, не твое!» Мощный удар по лицу заставил моего собеседника замолчать. «Послушай, мне сейчас совершенно все равно, кто вы. Хоть незаконорожденные дети великого князя. Вы следили за мной с не самыми добрыми намерениями. И я спокойно могу вас прикончить обоих и сказать, что так и было. Именно поэтому тебе лучше сказать все как есть. Кто вас послал и зачем?» «Не имеешь права, падаль!» С сознанием к парню возвращалась и смелость. Хотя в этой ситуации это была скорее наглость. Очередной болезненный удар сбил с него спесь и заставил замолчать. Он пришел в себя через минуту и продолжил. «Я действую по указанию начальника отдела Гаврюшина Елисея Петровича!» «Это имя мне ничего не говорит!» Произнес я, запоминая данные. Вполне может быть, что это выдуманные данные. «Ничего, это до поры до времени, пока он до тебя доберется!» «А с чего бы? Чем я ему так интересен?» «Мне откуда знать?» Мой преследователь поднялся на локтях и сплюнул кровь со рта. «Хочет с тобой пообщаться с глазу на глаз!» «А как он выглядит?» Одна идея пришла мне в голову, и я решил ее проверить. «Как попадешь за стенки нашего отдела, узнаешь!» Оскалился разведчик. «Нет, но он точно издевается!» Увесистый подзатыльник стер с его лица противную ухмылку. «Ладно, подскажу. В этом нет ничего зазорного. Он молодой такой, сероглазый, с долинным шрамом на шее. Справа?» «Ну да, говори, что не знаешь». «Теперь понятно, спасибо». Резким ударом вырубил его, поснимал с поясов ремни и связал обоих незадачливых шпиков. «Ладно, вокзал для меня закрыт. После того, что произошло в подъезде, меня точно будут там ждать. Придется добираться своим ходом». «Кому угодно в машину я точно не сяду, а вот Фома...» Я вернулся на рынок и отыскал ребят. Они как раз сворачивались. «Ну как торговля?» Я обвел взглядом мешки с товарами и покачал головой. «Не стыдно? Он еще издевается!» Отозвался Фома, когда забросил очередной мешок в кузов. «Торговать в Москве при такой конкуренции гибло дело. Одна бабушка купила у нас набор ложек. Какой-то мужик взял лезвие для косы, а другой заказал нам восемь подков. Только вот от предоплаты отказался. Вот и как тут работать? А если он не придет? Хоть машину себе подковывай». «Ладно, не вешай нос. Есть для вас дело. Поехали в Ростов. За дорогу плачу пятьсот рублей». «Сколько?» Фома подскочил ко мне, не веря моим словам. «А деньги покажи?» Когда перед носом парня появились пять бумажек, он дар речи потерял. «Доедем за день. Получите свои пятьсот рублей. Придется сорок рублей наперед дать», произнес Азамат. «На выезде из Москвы заправимся. А вот это без проблем». В Ростов мы приехали к полудню. Почти всю ночь Азамат провел за рулем и только перед самым рассветом выкрыл себе парочку часов на сон. Взамен они получили с Федей на двоих пятьсот рублей, а еще мы заехали к Константину. Тот был без ума от радости, когда узнал, что я нашел ему кузнеца с подмастерьем и сразу же предложил им работу. «Миша, ты ведь понимаешь, что мы не будем все время заниматься производством доспехов. Нам нужно расширять свои возможности. А с этими ребятами мы получим заказы еще и на хозяйственные товары. Расширяем производство». «Уверен, с тобой мы не пропадем», ответил я с улыбкой. «Главное, чтобы земли хватило». Константин предложил более чем выгодные условия для ребят, и они решили остаться. Таким образом, мы получили еще двоих рабочих. Сразу после встречи с Фроловым я вернулся в академию. Хотел повидаться с сестрой, но времени было в обрез. Я и так оказался в академии уже вечером. «Миша, где ты был?» Стоило мне появиться в гостиной Радо, Фролова тут же набросилась на меня с претензиями. «Как говорится, если женщину не интересует, где вы были, значит, вы ей безразличны. Тебя не было три дня, мы не знали, что и думать. Были важные дела, о которых я пока не готов говорить. Поговорим немного позже, в более удачной обстановке». «Хватит, мне надоело, что ты постоянно попадаешь в какие-то истории. Вообще не хочу знать, где ты и что с тобой». Фролова поднялась и вышла из гостиной. «Вот как. Тем же проще будет уходить из академии. Кроме друзей Маши меня здесь ничего не держало. Ну а что мне оставалось делать?» «Не буду же я рассказывать о поездке в Москву и задании от великого князя на всю гостиную». «Три десятка лишних ушей непременно услышат эту информацию. И уже завтра почта разнесет ее по всему княжеству». «Да и устал я от Маши». «Нет, конечно, мне приятно чувствовать себя мужчиной, который постоянно добивается неприступную девушку. Каждый раз чувствуешь себя победителем». «Вот только за год мы особо никуда не продвинулись в отношениях. Даже не встречаемся». «Ладно, ребята, с вами было хорошо, но пора и честь знать». Я попрощался со всеми ребятами, поднялся к себе в комнату и быстро собрал чемоданы с нехитрыми пожитками. Влад с Егором сидели рядом, словно в воду опущенные. «Не грустите, ребят, еще обязательно увидимся». Мне было куда сложнее подбадривать их, потому как я знал, что это еще может и не наступить. «Посидел с ребятами еще с полчаса. Вспоминали все приятные моменты из жизни Академии. А потом я направился в кабинет к Андрияновой». «Миша, полагаю, у тебя есть причина для такого решения?» произнесла Ирина Николаевна, которая знала немного больше, чем остальные. По крайней мере, она отчетливо помнила, кто приходил за мной в Академию три дня назад. «Более чем». «Перебираешься в Москву?» «Возможно, но пока у меня есть неоконченное дело здесь». «Пусть думает, что я говорю о заводе и партнерстве с Фроловым». «Что ж, тогда удачи тебе, Миша». «Почему-то я уверен, что она тебе понадобится». «Глава вторая. Теплый прием». «Значит, уходишь». Маша догнала меня уже почти на самом выходе из Академии. «Бежишь, не попрощавшись?» «Бегут слабые духом, а я ухожу, потому что не вижу причину здесь оставаться». «Вот как». Фролова была вне себя от возмущения. «Ну иди, и по брякушке своей запирай». Девушка сняла шея ожерелья и швырнула его мне. Но я лишь развернулся и вышел из Академии, прихватив с собой чемодан. Еще не хватало опускаться до того, чтобы поднимать с пола подаренные вещи, брошенные как собаки. «И пусть ожерелье стоит целое состояние. Я выше этого». Поймал машину и отправился в гостиницу. Денег, полученных от великого князя, вполне хватало на месяц безбедной жизни. Ну, а там уже и мои деньги пригодятся. Пожилой извозчик взялся довезти меня до гостиницы всего за 10 рублей. Пока мы ехали, я рассматривал город и думал о предстоящем задании. «Мне нужно присмотреть за польской принцессой. А это значит, что придется стать ее тенью. Конечно, перспектива становиться шпионом, который разнюхивает каждый шаг своей цели, совсем не хотелось, но я ведь могу поступить иначе. А для этого мне понадобится продуманный план действий с несколькими вариантами. В гостинице снял номер с видом на реку. Мне хотелось спокойствия, чтобы свободно погружаться в мысли и отдыхать от городской суеты. Размеренное течение реки как нельзя лучше этому способствовало». «Изволите чего-нибудь?» Поинтересовался парень, который помог мне донести чемодан до номера. «Спасибо, не откажусь от хорошего перекуса». «Только сейчас я почувствовал, что проголодался. И неудивительно, я ведь пропустил трапезу в академии, а сейчас почти ночь». Подкрепившись жареными рябчиками со сливочным соусом, умылся и устроился спать. Но сон не шел. «Вредно плотно ужинать перед сном». Поднялся с кровати, бросил в сторону обеденного стола осуждающий взгляд, набросил курточку и вышел на улицу. Прохладный осенний ветер подул в лицо и заставил поюжиться. В воздухе уже чувствовалось приближение холодов, и если днем солнечного света еще хватало, чтобы согреться, то ночью без верхней одежды было уже некомфортно. До прибытия польской принцессы оставалось всего несколько часов. А я так и не успел заглянуть на вокзал. Придется тащиться туда рано утром, чтобы разведать обстановку и найти удобное место для наблюдения. «Зараза, не люблю шпиков. Сама идея подглядывать за чьей-то жизнью мне противна, даже если это дело государственной важности. А смогу ли я вообще так? Нет, это не мой способ. У меня есть вариант куда лучше». Довольный своей идеей, я вернулся в комнату и лег спать. Не знаю, в чем причина. Может, причиной тому свежий воздух или то, что ужин наконец-то переварился. Но более вероятно, что я нашел ответ и теперь успокоился. Утром я не стал дожидаться завтрака. Привел себя в порядок и спустился вниз еще до того, как основная масса посетителей вообще открыла глаза. На выходе из гостиницы поймал машину и попросил отвезти меня на железнодорожный вокзал Ростова. Хочу заранее пройтись по вокзалу и подготовиться к прибытию принцессы. Что-то мне подсказывало, что на вокзале она может связаться с кем нужно. Нельзя упускать это из виду. На перроне уже стояла делегация, которая предстояло встречать едвигу. Все как положено. Хлеб, соль, скоморохов где-то откопали и напялили на них народные костюмы. Мне вот всегда казалось удивительным, как народные традиции умудряются так опошлить и сделать настолько скучными. Не верю, что раньше было так же. Просто у современных чинуш такое предвзятое отношение к прошлому. И они даже не пытаются устроить развлечения, а отдают данность обычаям для галочки, потому что так принято. Тут же стоял специальный гость из Москвы, которого прислали встречать едвигу. Удивлен, что это не Городищев. Да, Герман куда старше этого Цветкова. Можно сказать, он и вовсе старик, но выглядит точно презентабельнее этого потеющего от волнения увольня. Какой-то пройдоха потянул меня за рукав и кивком головы позвал отойти в сторону. «Интересно, это еще что за фокусы? Надеюсь, меня не ждет за углом весь тайный отдел Москвы в полном составе». После встречи с теми ребятами возле рыночка я не удивлюсь, если они приехали за мной даже сюда. Подождал, пока бродяга скроется за поворотом, и отошел на почтительное расстояние, чтобы видеть, что там происходит со стороны. Парень сбросил с головы капюшон и на мгновение показал мне свое лицо. «Серпухов! Вот уж кого не ожидал здесь увидеть!» «Ты-то что здесь делаешь, еще и в таком виде? Сотникова в московском княжестве совсем перестали платить?» Поинтересовался я, когда мы спустились в подвал, где располагались камеры хранения. «Вообще-то я на работе», — отозвался сотник и вынул из-за пазухи сверток. «Вот, держи! Это еще что такое?» Я тут же развернул его и увидел абсолютно чистые листы бумаги. Правда, сама она была немного странной. По структуре напоминала губку. «Это копировальная бумага. А зачем она мне?» Планы немного изменились. Наши разведчики в Польше передали информацию, что принцесса везет указания для своих доверенных лиц здесь, в Великом княжестве. Это почти доказывает, что Польша причастна к поддержке заговорщиков и высотке Градова. Не удивил, я это и так знал, даже почувствовал на собственной шкуре. Я вспомнил встречу и бой с двумя наемниками в середине лета и невольно почесал руку, которая к этому времени уже полностью зажила и восстановилась. «В общем, нам нужно получить информацию с этих бумаг, при этом так, чтобы оригиналы остались нетронутыми. Тебе поможет эта вещь. Снимаешь верхнюю пленку, прикладываешь к листу бумаги и разглаживаешь рукой так, чтобы копировальная бумага полностью прилегала к оригиналу. Затем убираешь и прячешь. Оттиски от письма и следы от чернил останутся на ней. Бумага засохнет буквально за пару секунд, так что не мешкай. Вот бы еще эта бумага помогла мне подойти к принцессе и попросить подержать у себя секретные документы пару минут. У нас в договоре такого не было. А теперь есть». С улицы послышалось объявление о том, что на первый путь принимается поезд из Варшавы. «Ладно, мне пора. Да и тебя тоже». «Я так и не понял. А что здесь делаете вы?» «По официальной версии обеспечиваю безопасность Светкова. А по факту я и есть тот самый надежный человек из очага, с которым ты должен будешь встретиться и которому нужно отдать копии секретных бумаг». «Вот могли бы и за принцессой присмотреть». Огрызнулся я и направился на выход. «Да, кстати, разберитесь там со своим тайным отделом». Буквально после аудиенции у великого князя двое ребят оттуда меня чуть не прикончили. «Прикрывались неким Гаврюшиным». «Не может такого быть», — Серпухов задумался. «Вернусь в Москву и сам лично проверю. Но, скорее всего, ребята оттуда не причастны к нападению на тебя. Кстати, Гаврюшин — это тот, кто сопровождал тебя в Москву». «Еще лучше. Теперь нужно разбираться, кем были эти люди, выдающие себя за сотрудников тайного отдела. Почему-то мне кажется, что они от меня не отстанут». Оказавшись на улице, я занял удобное место возле колонны и принялся ждать. Уже через минуту появился поезд, и встречающие заметно оживились. Удивительно, но помимо вагона с принцессой и ее сопровождением, поезд вез еще семь пассажирских вагонов. И сейчас вся эта толпа вываливалась из поезда, где смешивалась с встречающими. Странно. Уж кто-кто о принцессе могла себе и отдельный поезд организовать. Что ни говори, не живут они тут на широкую ногу. Заметив принцессу, Цветков тут же бросился к ней и протянул руку, чтобы помочь спуститься. Но охрана вежливо отодвинула его в сторону. Тем не менее, он постарался показать, что совершенно не смущен этим фактом. Трясущийся от волнения рукой достал из внешнего кармана платок, протер лысину и изобразил на лице улыбку. Даже у меня, стоящего в тридцати метрах, не возникло сомнений в неправдоподобности этой улыбки. «Госпожа Ягеллон, я опольщен тем, что именно мне выпала честь встречать вас». Цветков изобразил поклон, но девушка потеряла к нему всякий интерес. «Не могу сказать, что рада», отозвалась девушка, посматривая по сторонам. «Насколько я помню, мне должны были предоставить кортеж для передвижения по стране». «Конечно, три тура ждут вас у вокзала, позвольте». «Благодарю», бросила едвига и кивнула охранникам, чтобы они следовали за ней. Двое взяли багаж, а остальные шестеро образовали вокруг девушки кольцо и двигались к выходу, разгоняя всех, кто попадался им на пути. «Интересно, как на это посмотрит ростовский князь. Ведь на его вокзале граждан буквально расшвыривают стороны приезжей важной особы. По-хорошему, в Васильеву нужно вмешаться, но сделать это мягко. А ведь можно было обойтись без проблем. Или организовать вменяемую охрану, а не отдавать ситуацию на откуп этому Цветкову. Как я понял, Серпухов здесь был для охраны этой важной шишки и сам ничего не решал. Надеюсь, хотя бы с обеспечением охраны люди Цветкова справятся. Я осмотрелся в надежде, что рядом нет никаких неприятностей. Странного человека я заметил, когда он был уже в десяти шагах от охранника принцессы. Одиночка привлекал внимание странным поведением. Он медленно шел прямиком к принцессе, практически не шевеля руками. Уверен, они были напряжены. Или в рукавах скрывалось что-то, что не давало им согнуться. Нет, ну этого клона охрана егелонов точно заметит? Еще несколько секунд я стоял в стороне и наблюдал, как парень подошел почти вплотную к охраннику. А если он швырнет стилет или бомбу прямо под ноги принцессе? Нет, ну что за болваны? Похоже, в Польше охрана ничем не лучше нашей. В это время телохранители вертели головами по сторонам, совершенно не замечая одинокую спокойную фигуру, которая замерла, словно хищник, в ожидании удобной возможности, чтобы наброситься на свою жертву. «Госпожа Ягеллон, позвольте ваш автограф». Я подошел ближе и нарочно стал прямо за спиной этого парня, чтобы на меня обратили внимание. Практически все обернулись на меня, но только не этот парень. Он как стоял истуканом, так и продолжал стоять, не шевелясь. Охрана обратила внимание на меня, но совершенно проигнорировала парня прямо под носом. «О, если не ошибаюсь, господин Гущин. Надо же, она смогла меня удивить. Девушка определенно меня знала. Не удивлюсь, если изучала по докладам разведки, как того, с кем нужно быть осторожнее. Он самый. Приятно, что вы обо мне наслышаны. Позвольте». Я положил руку на плечо странному парню и попытался отодвинуть его в сторону. Но тут случилось то, чего никто не ожидал. Слева от нас произошел взрыв, и несколько людей упали на землю, пораженные осколками. Я невольно перевел взгляд в сторону взрыва, но краем глаза успел заметить, как истукан пришел в движение. Он резко крутанулся, распрямил ладонь правой руки, позволяя клинку спокойно лечь на ладонь и попытался меня ударить. При этом все произошло настолько быстро, что я почти не успел отреагировать. Все, что мне оставалось сделать, немного повернуть корпус, чтобы он не попал в артерии. Клинок скользнул по каменной броне, которую я призвал под куртку, и немного разрезал кожу. Инстинктивно я оттолкнул убийцу от себя и шагнул назад. Рядом со мной рухнул один из охранников принцессы. А он-то как умудрился помереть. Я ведь сам видел, что убийца занимался только мной. Буквально секунды мне хватило, чтобы понять хитрый замысел. У тех, кто это затеял, был запасной план. Раз уж я помешал убийце незаметно подойти к принцессе, они отвлекли внимание. А когда произошел взрыв, раздались еще несколько взрывов. Вот только их мы не услышали. Первые три охранника замертво упали на землю, а остальных успел прикрыть твердыня, стоявший перед принцессой. Одной пули в голову ему оказалось недостаточно, чтобы отправиться на тот свет. Тут же появились ребята Серпухова. Они создали живое оцепление, закрывая перрон куполом твердынь. Цветков в это время стоял на четвереньках и что-то кричал. Я не стал разбираться, что с ним, и повернулся к принцессе. Она была вся измазана кровью, но это была не ее кровь. У нее на руках лежал парень, который был прорицателем. Холера! Выругался твердыня, присаживаясь рядом. Они отравили прорицателя, поэтому он не заметил угрозу. Стефан еще жив, нужно забрать его с собой, об остальных позаботятся. Вот как. Довольно странный способ. Я даже не знал, что так можно. Но дротик, появившийся в руках охранника Едвиги, дал мне понять, что ошибки быть не может. Госпожа, нам нужно уйти в безопасное место. Гущин, идешь со мной. Скомандовала Едвига. Не понял, с каких это пор приезжие принцессы стали мне указывать, что делать. Похоже, она поняла мою реакцию, поэтому добавила. Пожалуйста. Вот это уже другое дело. Я кивнул и взвалил на спину прорицателя, который пришел в себя. По-хорошему, ему нужна срочная помощь. Но не оставаться же здесь торчать, чтобы дать убийцам еще один шанс. Вот так посмотрел на настоящую принцессу. Проворчал я, отдуваясь от тяжести. Охранник был в доспехе, и тащить его на себе даже с помощью дара было непросто. Эти клоуны поснимали шлемы, чтобы им было лучше видно все вокруг. Вот и поглазели. Тебе бы жаловаться, отозвалась девушка. Я вообще только приехал, и тут такая встреча. Да, неприятно вышло, но вообще мы народ гостеприимный. По одному охраннику устроилось в машинах сопровождение. Они забрали к себе раненого прорицателя. От вердыни еще один охранник сели в машину, в которой предстояло ехать едвиги. Сзади творился полный хаос. Стреляли, использовали дар, рубились в рукопашную. Несмотря на усилия дружинников, быстро справиться с нападавшими оказалось невозможно. Как я понял, их было не меньше десятка. Они раскрылись в надежде добраться до принцессы, а после неудачи пытались отступить. Хотя некоторые все же питали надежды завершить миссию с успехом. Когда я загрузил раненого в машину и повернулся в сторону вокзала, увидел огромную лавину огня, которая стремительно неслась в нашу сторону. Оставались буквально секунды перед тем, как пламя накроет здесь все и выжит дотла. И нужно было решать, что делать дальше как можно быстрее. «Трогай!» — крикнул твердыня, но принцесса задержала охранника. Едвига все еще не решалась впустить меня в свою машину. Время тянулось, но она продолжала держать дверцу автомобиля открытой. Огромное огненное облако приближалось со стороны вокзала. «Похоже, кто-то из убийц решил использовать слияние. И если охране было достаточно призвать защитный купол и закрыть дверь машины, чтобы спасти принцессу, то у меня было только два выхода. Либо попасть внутрь, либо перемахнуть через машину, призвать водяный купол и надеяться, что моих сил будет достаточно, чтобы сопротивляться отдельным языкам пламени, которые наверняка окутают весь экскорт. Конечно, ситуация в принцесс много, а я у мамы один была более вероятной. Но я решил играть до последнего». Повернулся к Едвиге и посмотрел ей в глаза. В отражении ее глаз было видно, как огромный огненный шар направляется в нашу сторону и закрывает все небо. Дверца машины начала закрываться, но девушка остановила охранника. «Подождите, впустите Гущина в машину!» «Но...» «Никаких возражений! Или ты собираешься спорить с принцессой?» Охранник послушно придержал дверь и не стал препятствовать, когда я плюхнулся на заднее сидение рядом с Едвигой и захлопнул дверь. Буквально через секунду машину окутало жаркое пламя, но защита выдержала. «Трогай, курва!» Выругалась девушка, и в ту же секунду машина рванула с места. Остальные две машины из экскорта еще стояли на месте. Тут же в нашу сторону рванул огромный валун. Но одна из машин сопровождения подставилась под него и приняла удар на себя. Ее смяло, словно пушинку, и забросило в кювет. Вторая машина сопровождения уже висела у нас на хвосте. Представляю, что сейчас думают парни из охраны принцессы. «Безобразие!» Едвига немного успокоилась, и теперь страх уступил место гневу. «Куда вообще смотрит служба безопасности в этой стране?» «В Польше никогда бы такого не допустили!» «Да ладно! А убийство австро-венгерского кран-принца?» «Это не Польша, прохлопала ушами!» Парировала девушка. «Хорошо! А кто позволил захватить свой телеграф и объявить войну Пруссии?» «Упустили этот момент, так ведь?» «Будешь умничать, высажу из машины!» Процедила сквозь зубы Едвига. Я хмыкнул, но решил не развивать тему. Похоже, для польской принцессы ошибки ее страны были такими же болезненными, как и для меня промахи Великого княжества. К слову, сейчас был один из них. Неужели Серпухов не смог обеспечить безопасность? Он ведь понимал, что это не торговцы арбузами приезжают, и не рядовой чиновник. «Это один из важнейших людей соседней страны, с которыми у нас и так натянуты отношения. Кстати, мы в расчете», — отозвалась девушка. «Ты о чем?» «Ну как это? Ты мне спас жизнь на перроне, а я тебе сейчас, когда позволила скрыться в машине». «Подумать только, сегодня меня дважды едва не прикончили!» «Я начинаю опасаться эту страну!» Принцесса наклонилась к водителю и скомандовала. «В гостиницу, пожалуйста!» Едвига ехала в автомобиле и, наконец, смогла расслабиться. Да, она совсем не так представляла свое прибытие в Ростовское княжество. Ей виделось, что перед ней будут выстилаться и всячески стараться услужить. Но с самого начала путешествия опасность следовала за ней по пятам. Ее едва не отравили в поезде, а теперь, когда она ступила на Ростовскую землю, пытались убить. Она могла бы поверить, что кто-то пытается подставить Великое княжество и стравить два государства, у которых и так не самые простые отношения. И если бы это не началось еще на территории Польши. Все произошло так неожиданно, что Едвига не успевала реагировать на происходящее событие. Этот гущин появился непонятно откуда. Вполне возможно, что он был заодно с убийцами. Но у него было несколько удобных моментов, когда он мог воспользоваться положением и убить ее, но не воспользовался, а только пытался помочь. Может, он как раз и работает на службу безопасности. В таком случае это многое объясняет. Многое, но не все. Да, она была наслышана об этом человеке. Ее предупреждали, что он силен и опасен не по годам. Участвовал в дворцовом перевороте в Москве, не прошел финал великого турнира только по стечению обстоятельств, а в недавнем вооруженном конфликте уничтожил Илью Градова, на которого европейские страны имели большие надежды. Но он был молод, а у девушки было кое-какое оружие, позволявшее развязывать языки и не таким силачам. И Едвига решила им воспользоваться. Едвига. Девушка повернулась к Михаилу и протянула ему руку. «Теперь, когда моей жизни ничего не угрожает, мы можем познакомиться». «Михаил», — отозвался парень и смущенно улыбнулся. «Да, девушка знала эту смущенную улыбку и взгляд, который обычно отводят в сторону. Жертва почти попала в ловушку. Нужно только ей немного помочь». «Знаете, а я ведь совершенно не знаю ростовское княжество. Вы не согласитесь мне помочь и показать здесь все. Уверена, из вас получится отличный гид». Продолжение следует...